Вот это поворот. Бывший муж Пелагеи с любовницей обзавелись потомством. В семье известного российского хоккеиста Ивана Телегина произошло пополнение. Вместе со своей новой пассией Марии Гончар он завел сразу двух собак. Причем его вторая половинка даже создала для симпатичных псов отдельную страницу в Инстаграм. Известно, что одну из собак зовут Юки, она беленькая, вторую рыжую пара назвала Фокси. Напомню, что Иван Телегин около года назад расстался со своей женой популярной певицей Пелагеи. Причем на данный момент пара еще официально не разведена, поэтому Мария Гончар чисто формально считается любовницей спортсмена. В последнее время у Пелагеи и Телегина возникают конфликты. Адвокат-хоккеиста, к примеру, утверждает, что исполнительница не дает ему видеться с дочкой Таисии. Со своей стороны Пелагея опровергает эту информацию. Ранее она говорила, что ее муж видится с наследницей. Правда, это происходит в доме ее мамы под ее надзором. Разрыв Пелагея и Ивана Телегина долго был одной из самых обсуждаемых новостей светской хроники. Когда пара заявила, что расстанется мирно, об этом быстро забыли. А вот информация о судебных тяжбах за совместно нажитое имущество вызвала у публики неподдельный интерес. Несмотря на то, что с момента подачи документов на развод прошло довольно много времени, процесс до сих пор не состоялся. Один раз его перенесли из-за сообщения о минировании здания суда, второй – из-за отсутствия необходимых бумаг. Им проще сойтись, чем развестись, шутили пользователи сети. Казалось, сейчас все нюансы учтены и улажены. Однако накануне адвокат Телегина Ирина Петрова заявила о ходатайство о переносе заседания. По словам юриста, соответствующее решение было принято из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией у представителей обеих сторон. Есть подозрения, что заразились все вместе как раз на предыдущем заседании, рассказала Петрова в интервью с журналистом. Теперь, если ничего не вмешается в запланированный график, бракоразводный процесс знаменитостей состоится 13 ноября. К слову, пока еще официальным супругам есть что делить. За три года совместной жизни они обзавелись просторной квартирой в Москве, роскошным загородным особняком в Подмосковье, элитными машинными стами и автомобилями. Субтитры создавал DimaTorzok